Шутинг-брейк Киа Просит поступил к российским дилерам марки. Модель предложена в двух версиях GT Line и GT. Цены на первую начинаются от 1 миллиона 520 тысяч рублей, а за топовую GT предложено заплатить 2 миллиона рублей. В модификации GT Line Просит оснащается надувным бензиновым двигателем 1.4. Его мощность 140 лошадиных сил. У версии GT турбомотор 1.6 с отдачей 200 лошадиных сил и 265 ньютон-метров крутящего момента. Топовый Просит ускоряется до сотни за 7,5 секунд. Трансмиссия одна на двоих. Это семиступенчатый робот с двумя сцеплениями. Привод исключительно передний. В России сегмент универсалов гольф-класса совсем не широк, а прямых конкурентов в форме шутинг-брейка у Просита и вовсе нет. Основная альтернатива модели – это родственный универсал Киа Сит СВ, который с турбомотором 1.4 и роботом стоит на 200 тысяч дешевле Просита. В США тем временем разгорается скандал, сопоставимый, если не с вольсвагеновским дизельгейтом, то с историей о дефектных педалях газа на Тойотах. Национальное управление безопасностью движения на хайвеях взялось за расследование пожаров автомобилей Киа. Таким образом, главный в США регулятор отреагировал на бурную кампанию в местной прессе и обращение американского Центра автомобильной безопасности. Эта организация насчитала более 3000 случаев самовозгорания корейских машин. Пожары в моторном отсеке уже вынудили концерн Hyundai Kia отозвать почти 4 миллиона автомобилей. В основном это модели с атмосферным двигателем 2.4 GDI и турбомотором 2.0. Есть такие модели и в России, но ни в нашей стране, ни по всей Европе самовозгорание не зафиксировано, поэтому автомобили отзывают только в США. Большинству машин просто обновят софт, а некоторым заменят трубки высокого давления, которые подозревают в утечке топлива и последующем воспламенении.